Да, кстати, ребят, ну и, конечно же, немного новогодней магии, пики, баны прямо сейчас появляются на экранах. Поехали, вот оно, красота. Даззл, Ио у нас отправляются в бан, там у нас Лондруид, а первые... Отличаются у нас чуть-чуть баны, но Лондруид на самом деле не самый такой прям сигнатурный герой, но Кодос на нем играет. Я помню, даже против нас там они на отборочной пикнули в одной из игр. Ну, Импайр убирает просто самых мощных саппортов или просто супер-эноин героев, которые его замуживают. Даззл, ты знаешь, это сейчас вообще герой, наверное, единственный герой, который на четыре роли флексится. Это пятерка, это четверка, это тройка, это вид. Да, да, да. В этом плане потому его очень супер-тяжело закрыть. И он темповый. Да, он супер. То есть вы можете пойти и просто задавить, и в драке он дает сумасшедший тимфайт за счет того, что он снижает броню. А сейчас механика брони, она работает немного по-другому. То есть сейчас снижение и повышение брони, они дают гораздо больше, чем в прошлом патче. Кстати, я удивился еще в прошлой игре, потому что Магнуса я не увидел в бане. В моем понимании, да, я сказал по поводу того, что Магнус-ПА стала послабее связка, но в моем понимании сейчас другая тема очень сильная. Магнуса можно использовать как суппорта. И опять же, ты берешь какого-то Магнуса, потом под него ты любого можешь керри добрать. Это может быть тот же антимаг. Вообще, в моем понимании, даже Магнус-антимаг это, наверное, еще сильнее связка. Почему? Потому что ты на антимаге собираешь, тебе не нужно тратить там кучу золота, сколько БФ, 4, 300, 500. Нормально, я не покупаю на троеках БФ, потому что точно сумму я не знаю. В общем, суть в том, что ты собираешь сразу Владмир и выходишь уже там какую-то манту этот, ну, ты намного быстрее разгоняешься. Из-за интересного. Team Empire берут леча, и вот по банам, по пикам такое ощущение, что их драфт уже с какой-то прошлой метой. Скажем так, несколько устаревший. Ферст пик леч, в моем понимании, сейчас уже так не работает, потому что если был период, когда вот так вот брали леча, еще оракла люди не взяли. Сейчас уже оракл в пабе даже постоянно заходит. То есть можно пикнуть либо брюмастера какого-то, который будет пуржить этот щит, можно пикнуть оракла. Ну, вот так вот можно леча брать, зачем? То есть логичнее взять уже, если вы хотите грим строка, логично тогда грим строка схватить. Ну вот. А так именно просто леч ради леча, ну, не знаю. Ну, как раз вспоминаю. Нежели, в этом, скажем так, нет какой-то жесткой логики. Вот потому сразу, скажем так, и забирают грим строка, дабы не достался лечу. Мне нравится грим плюс вот сейчас какой-то либо брюм, либо, возможно... Да, брюмастер, который здесь по-спокойному тоже может быть. Слардар сейчас мало смысла брать, слардар он более ситуативный. То есть есть именно универсальный хедлайнер, а слардар он более ситуативный, его нельзя так схватить просто. Вот тут я по этому поводу так тоже где-то размышлял. Раньше я так его и считал ситуативным, но даже сейчас я понял после последних игр, то что без разницы против кого тебя стоять на линии, он просто очень сильный лайнер. И Акс. Акс. Это, короче, украли одного героя и поехала казуальщина. То есть сейчас нужно с этим Аксом как-то бороться. А МК нужно пикать. А МК его не останавливает. То есть герой, который останавливает Акса, ну вот лондроид бани, это вот скорее всего должен быть тускар. Лон... Тускар. Вот по тускарам, если он за тобой бежит и вот тебе плюхан этот дает постоянно, плюс 25 с кем-то. Там очень приятно. В этом плане ты прав, но именно из керри героев, которые хороши, для меня это все равно какой-то... Ага. Керри героев. Ну какая-то медуза хороша, да? Не, медуза нет. Не, она просто хороший герой, если сейчас делать правильные базы, то есть баны. Китайцы ее так берут. То есть они берут медузу и банят снайпера разором. А у тебя нет вот этого ощущения на Аксе? Вот, знаешь, суппортов много сильных, которые с тобой будут бежать, и тебе неприятно. Это Бэйн, это все равно это Андаинг там, это может быть Дазл, это... Андаинг, Дазл и Тускар. Вот это три самых неприятных. Все остальные терпимые. Но ведь из керри самый неприятный, в моем понимании, это МК. Почему? Потому что он потом берет прыжок по деревьям, он очень мобильный становится, он легко может где-то подключиться, пропустить несколько крипов, но подключиться для того, чтобы тебя убить. А если тебя разор где-то убьют, выгонят из-за вышки, ты уже просядешь, и ты не можешь прийти на линию, стоять против МК, который уже разогнан. А там он не успевает. Там, если видишь, что он уходит, ты пулишь крипов не на ближние спауны, а на дальние. То есть ты пулишь именно на третий спаун, и тогда МК никак не успевает. А если успевает, он очень много за это теряет. То есть даже убив, это ему будет не особо выгодно. При этом у тебя есть и репорт, то есть ему надо еще как-то палку потратить или не потратить. То есть там, и вставляясь один в один против акса, он ему линию проигрывает на самом деле. В один в один, да. Я про то, что самое неприятное, что может быть, это МК плюс сильный как раз этот суппорт. Ты знаешь, типа андаинга. Суть в том, что одного суппорта хватает. Так, подбанили у нас Эмпайр ТБ. Тебе импонирует кто-то из этих команд? Из этих? Да. Ну, честно, хиппоманьяки для меня, как мы уже это бы ранее обсуждали, то есть тут игроки из паба, с которыми даже ты в пабе не так часто попадаешься. Не можешь героев. Ну, Эмпайр больше, наверное, им все-таки импонирует. Наш СНГ-коллектив. Но мне больше даже вот именно интересно по пикам, что одна и другая команда покажет. То есть в прошлой игре, вот, спустя вот этот перерыв, да, небольшой, мне было интересно вообще посмотреть, что сейчас команды пикают. И некоторые интересные связки там мы увидели. То есть мы увидели в первой стадии Бестмастера и Медузана закрывающие, мы увидели Свен плюс Дарксир и Оракл в бане первой стадии. Ну, пока что то, что я вижу, что Империя просто пикает героев, да, по вот этим двум, никакой логики в этом нет. Ну, Медуза, знаешь, опять же, сильный герой. Они на две линии ее могут поставить. Убрали сильных керри-героев, то есть Стероблейда, Антимага. Здесь убрали МК против Акса, как раз то, что я говорил. Ну, и сейчас кого они еще могут убрать? Может, оффлейнера какого-то? Ну, я бы убрал бы зомби какого-то. Ну, зомби уже не будут. Вот, кстати, Лич вот у этого, у Блэк Архангела, который как раз играет у нас. А, ну, Тусика, Тусик тоже нормальный. Да, Тусик хороший бан однозначно. В общем, у него пул героев. Вот Лич, Бэйн, Даззеландайн. То есть он вот себе, знаешь, первой стадии просто вот такую пятерку. Да, ну, понимаете, Акс сейчас супертемповый герой. Если Акс не соблюдает темп, он превращается реально в саппорта и умирает каждую драгу. Акс должен всегда иметь... Потому вот я боюсь брать Акса вот так вот именно рано. Очень легко сломать им игру, если этим заморочиться. Я с тобой согласен. Акс, в моем понимании, это герой для второй стадии в идеале. То есть когда ты уже видишь суппортов и от этого отталкиваешься. То есть больше всего у тебя все-таки неприятные суппорты. Как Санин сказал, даже если там будет МК, но будет слабый суппорт, ты все так же спокойно, далеко за вышку просто заходишь и фармишь свое. Ну, возможно, у нас как раз-таки чехи показывают next-level play. У нас будет такой флекс-Акс, возможно, четверка. Но он не сильно на четверке. Он таки остался героем темпа. То есть есть герои, которые могут камбэкать. Это вот Андрей говорил, тот же Слардар, и можно, скажем так, играть с низким нотворцем и делать свои функции. Акс нет. Акс должен иметь многое. Акс будет просто умирать. Ну, не просто умирать, он тоже будет. Но я же говорю, для того, чтобы он не умирал, он должен держать темп. Для того, чтобы он держал темп, он, скажем так, должен засноболить линию. Это очень важно. Сами Эмпайр, кстати, еще и подбанили антимага. И Огр Мэджай у нас появляется. Интересный. Редко видим героя. Выход под Кора, возможно, под Снайпера, кстати. Снайпер против Медузы. Я его не знаю. Берут Снайпера. Знаешь, что Снайпер против Медузы заселён на СНГ у нас или нет? Да, это лучший герой. Мы очень часто сами пикали именно в мид. Это, в моем понимании, действительно, они лучшие герои. Пока против него нечем добираться. То есть, но четвертому нельзя брать. Я бы его... Опять же, непонятен пик Джаггера совершенно. Ни против кого этот герой сейчас не заходит. То есть, просто вот никаких стаков между Медузой и Джаггером тоже нету или чем. То есть, пока что это просто герой. Очень рано вскрыли Кора ещё одного, получается. Два Кора. Вот у тебя уже видно Медузу и Джаггера. Непонятно зачем. Это у нас такая... У Чехов вырисовывается у нас дабла, да? Акс вместе с Огром. Ну, скорее всего, Акс с Гримсором будет. Акс с Гримсором все же, на самом деле. А Огр будет секьюрить линию какому-то Кора. Ну, прямо сейчас я бы брал сф-лейнера и мид оставлял на ласпик. То есть, в Снайпер хорош, но прямо сейчас его всё-таки пикать рановато. Очень странно, что они Кора показали. У них по факту сейчас, скажем так, вот эти гипоманьяки могут сейчас закрыть двух Коров врагу. И при этом Акс... Ой, вернее, Джаггер, это очень плохой герой против Акса. То есть, именно пикать Джаггера против Акса, это совершенно неправильно. Я с тобой полностью согласен. Ты на лайне, на Аксе просто очень сильно... Нормально, по игре потом просто ты его душишь очень сильно. По игре тоже, да. То есть, он на тебя ульт, ты нажимаешь call, типа аут. Ты в него прыгаешь с блейдмейла, ты можешь ему сбить, типа аут тоже. Кстати, недавно читал, буквально вчера или позавчера, наверное, уже должны были это пофиксить. Если под ультой аппарата умирает герой, то, например, Сларк не получит ловкость. Был такой баг, его нашли и как раз таки писали. И еще с каким-то героем это было связано. Если бы герой умирал под ультой аппарата, то тогда Сларк не получает ловкость. Я бы не особо парился, потому что все, что он получает максимум, это один агилл, и это не то, что как бы влияет на исходы игры. То есть, ну да, можно заморочиться, таких багов найти кучу, но как-то именно, знаешь, это серьезно. Да, ну это как и первый скилл Хускара, тоже совсем недавно были на реддите посты о том, что когда он его использует, это видно через туман войны. Драксир, который будет комбиниться с кем? Ну-ка, Андрюха. Ну, в землю добирать нужно какую-то. Сличо. Не, погоди, вот из этих троих. Из этих пока ни с кем. Ну, на джаггера, считай, ты можешь вешать. Заванили Баратрума, саппорта. Ну да, тут вот Баратрум либо земля, из того, что осталось, это лучшая Баратрум баня. Да, почему Баратрум? Потому что, во-первых, он комбиниться с Драксиром, во-вторых, он дает атаку, которую, скажем так, у Эмпайр пока что нет. То есть, минуту стоит стреляет, джаггер стреляет, лишняя атака. Инициация, да, фри-нициация нужна. Тебе как, то есть, герой какой-то. И в этом плане пока хорошо еще из того, что осталось, это земля, если там играют. Из такого еще, не знаю, кого можно взять. Ну, земля должна быть, по идее, да. Земля лучше всего. Земля, иначе по драфту, скажем так, по перемещениям по карте будут большие проблемы. Да. Ну, снайпер хорош, действительно. То есть, пока против этого снайпера есть только земля, которая там скатывается. Единственное, что мне не нравятся снайпер и сларк. Не, по-моему, нормально. Разные функции у героя. А кто мини, кто мини? Чем мне нравится сларк, знаешь, что он первый бежит в лотаре, дает тебе вижен, и ты на аксе уже можешь хорошо синицировать. О, я бы, знаешь, кто-то в кого брал? Я бы тут два раздавителя, по идее. Да, сейчас на нем мало кто играет. Не играет? Да, это на самом деле... Когда еще с пассивкой работает? Я видел, вау, я так и побьет. Просто вау, я как раньше, да? Не пуржит. Не пуржит, но она дэмэдж, знаешь, по всем крипам, получается. Но его так же все равно качают. Максят вторую, там, через вторую, первую раскачивают, пассивку там могут. Ну, просто вот сейчас приходит, допустим, разорить лимит. Как, что он делает на дузу? Ну, смотрите, снайпер так же самое, стоит хорошо. Да, да, да. Только он будет под бафом, ладно, под бафом игры и разор сильным. Не, ну снайпер более надежный просто. И в моем понимании его здесь суперсложно ловить, если он, знаешь, потом еще там доберет себе какой-то айтем по типу там блинка. То есть он видит... Ну, не скажи, на самом деле, знаешь, вот если задуматься, то вот Дарксир, который возьмет левел 20, и Ауёшный Сурши на все кинет, то там они доберутся. Да, на Сурши на него будут набирать пикап. А он лучше, чем стампид работает даже, гораздо лучше. Мне кажется, что можно будет где-то задушить под тайминговые айтемы, знаешь, там, под ШБ на сларк. Да, но если не упариваться у героев, а не Медузы, тогда пугна плохая. Снайпер, хорошо, да. Ну, такой очевидный типа пик. То есть лучше, ну, слушай, могли взять... Вот мне какая-то тампларка еще нравится, но он Дарксир. Вот если не Дарксир, тампларка. Да, да, да. Ну, я и жулись. Два героя против Медузы, то есть это что ты сразу сказал, это снайпер и разор. То есть по факту вы должны думать об этих дманах всегда. Ну, если как раз проводить быстрые прогнозики, чьи пики вам нравятся больше и кому отдается предпочтение? Ну, как я уже сказал, для меня пик Эмпайр выглядит просто как набор героев. Просто набор героев. Единственная, ну, осмысленность, которую я видел, это пик Рисфирита, потому что он, по крайней мере, дал героя под щит и компенсировал атаку, которой не хватало. Андрюх, как тебе? Мне больше пики хипроманьяков нравятся. Однозначно у Эмпайр много ошибок по драфту, то есть в том плане очень рано двух коров скрыли, мы такое супер редко видим. То есть на второй-третий пик у нас Медуза, Джаггер. И непонятно вот тоже, как они открылись, там дастся у Лича и так далее, но у хипроманьяков пик выглядит понятнее. Да, если бы они взяли тебя Джаггернаута, а врага был Тараксир, это понятно, да? А тут просто Джаггер против Акса. Это герой, который страдает против Акса, что самое забавное. Ну что ж, давайте посмотрим, что говорят букмейкеры ЕС Бет на это. Как раз-таки у нас на Тим Эмпайр. Тим Эмпайр 1.55 и 2.35 на хипоманиакс, друзья. Ну а мы будем передавать слово нашим комментаторам, другу и бафику, но только после коротенького ролика. ЕС.Бет. Твои ставки на киберспорт. Ничего лишнего, только любимые Дота 2 и КСГО. Отличный выбор событий, игровая статистика и лайв-трансляции матчей. Самые удобные платежные системы и стильный интерфейс. Для тех, кто всегда на связи, есть мобильное приложение с полноценным функционалом платформы. Регистрируйся прямо сейчас и получай свой бонус на первый депозит. ЕС.Бет. Just bet it. Привет, друзья. Ну что ж, рад вас приветствовать в эфире. Наконец-то посмотрим Доту. Спасибо большое студии Аналитики. Для вас работает Бафик, друг. Мы в праздничных санях довольны, как бояре. Катаемся здесь с бубенчиками. А, кстати, без них уже. Без них уже, без бубенчиков. Спасибо бледам за это. Спасибо. Хорошо, будем наблюдать за второй бестов-один на сегодня. На самом деле, групповая стадия будет очень стремительная. Дота не быстрая и карты редко за полчаса переваливают. Поэтому, по идее, у нас так динамично, шаг за шагом. Ну и пока мы начинаем действительно привыкать к командам еще. Потому что непонятно, кто в какой форме. Все-таки предновогодний турнир. Кто-то уже настроен на отдых, на развлечение, может быть. Кто-то не хочет вообще в плей-офф попадать, потому что нужно отдохнуть какое-то время. И просто хочет, наверное, поддержать форму, там что-то потестировать. Но я думаю, что Империя, например, и Хиппо Мэникс, именно эти команды, они как раз будут стремиться побеждать. Потому что и у одной, и у другой команды пока в этом сезоне результаты не самые лучшие. Если говорить о Хиппо Мэникс, это чехи, которые начинают потихоньку выстреливать, потихоньку начинают притираться к мировой доте. Они неплохо себя показывают, такой крепкий страничок, который даже может огорчить сейчас фаворитов иногда. Ну и Империя, перетасовавшая состав. Три игрока из Empire Face присоединились к двум игрокам Empire Hope. И у нас вот такой состав собрался. Куман, Кодос, Маден, Вельхиор и Блэк Архангел. Поглядим, насколько эта схема будет рабочая с перетасовкой состава. Насколько она выгорит. Опять же, время покажет. Весна покажет. Действительно, по весне все станет есть с ней. А пока, 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 Империя, конечно, хороших результатов мы не наблюдали. Тут ты прав. Но вот именно Хоуп, знаешь, Хоуп были интересные. Которые помоложе, посвежее, да? Да, да, да. Хоуп, они как-то смотрелись так бодренько. Они попадали постоянно, они выигрывали опенквалы, попадали на квалы основные. Да, там не все получалось, но ребята там удалевали, например, на квалификации на мейджор, на Ави 2.0. Они, ну, они достойно выступали, достаточно. В чем смысл перетасовки состава? Нам, естественно, неизвестно. Это больше вопросы к менеджменту и к игрокам, в частности. Поэтому посмотрим, насколько они будут работать именно в таком составе теперь. Огрмак, герой плотный, мы всегда об этом говорим, и много у него брони, но Айншелом на твою броню физическую плевать. Да, мы видели похожую схему в предыдущей Best of 1. Там был Драгонайт плюс Дерево. Ну, здесь ситуация не настолько хороша. Во-первых, у тебя, да, плотный герой, но все равно интеллектуал так или иначе. И у вас Слар, который большим запасом здоровья не обладает, и его сила совершенно в другом. Так или иначе, сейчас выгнать пару этих героев не видится возможным. Не видится. По идее, с другой стороны, с обратной должен был быть такой же Акс, который также идет за вышку, который также под Т2 фармит. Делает отводы, особенно удобно это делать за Радиант. Ты делаешь достаточно комфортные отводы на ближний лагерь нейтралов, забираешь его, забираешь крипов. Это настолько стремительный, может быть, взрыв от Акса. Мы видели также на квалификациях к мейджеру. Я комментировал игру, в которой на третьей минуте сороковой секунде Акс был уже с вангардом. Через две минуты он был с даггером, но это был хлам по отношению к сопернику. Тотальнейший разрыв. По-моему... Это Близзи был, да? Нет, это не Близзи был, это был Гостик. Акс от Гостика, это какие-то были чудеса на самом деле. Что-то похожее могло бы здесь получиться, но, как видим, не могло. В итоге не могло. Там есть, в конце концов, Джиггернаут, который может подойти, покрутиться. Акс не очень это любит. Много урона внести. Там есть лич, который может вас заспамить, и уже не так комфортно. Акс, конечно, не самый дюрабл на старте. Ну, вновь такой мощный старт достаточно от Дарксира, как и в предыдущей игре. Он опережает ближайшего оппонента в два раза по крипам. Ну, не знаю. Мне кажется, пока надо каких-то саппортов подбирать более сильных против этих Дарксиров. Но Оракла, как мы видим, стараются убирать, играя, когда пикают Дарксира, да, стараются того Оракла убирать, чтобы он не диспелил эти щитки, не мешал. И пока это работает неплохо. Нужно еще искать героев. Неплохой выход получился у Вильхиора. Плотненько размяли снайпера. Еще удар буквально. Но он целяет фэрифайр. Придется еще один удар наносить. И его пока сделать не могут. Он салву. Нет, у него нет салвы. Его добьют все-таки. Да, возможно, думал я, салва есть у него, но салвы не было. Салва только ехала, по идее, в Курьере, который так и не добрался до него. Не допрыгнул немного. Да, недолетик. Недолетик. Коротковат будет. Да, и уже Эрспирит появляется, который тоже получает щит, забирает Огрмага. И в итоге ваша ошибка оборачивается в смерть Саппорта. Но Вильхиор в размере может погибнуть. Да, надо осторожнее быть, потому что набирает Сларк. У него пассивочка. Он все больше и больше будет тебя напрягать в этом плане. Шесть стаков. Ну, даже они неплохо работают. Ну, и плюс получает уже стабильно одну Агилу, убив Вильхиора сейчас Сларк. Так что размен не худший для Хиппоманиакс. Ну, Сларк не добивает особо много крипов. Десять на четыре у него. Можно то же самое сказать, конечно, и о Джиггернауте. А Сларк вообще качал пассивку? Просто смотри, если ты понимаешь... У него один-один-один, да. Один-один-один, да? Просто я думаю, если ты стоишь под вышкой, тебе не так-то сильно твоя пассивка нужна. Только что он, когда он бил Вильхиора, у него была пассивка. Тогда вопросов нет, конечно. Ну, так или иначе, Дарксир забирает все, что только можно. Опять топовый крипстат. Ну, он должен быть идеальным. При хорошем исполнении этот Дарксир должен забирать всех крипов. Правда, сейчас их выгнали между Т1 и Т2 вышкой. Даже больше, не всех, а даже еще и нейтралов. Да, еще и нейтралов, действительно. По всему прочему. Действительно. Но пока MVP это игры Вильхиор. Очень много движения от него. И нижняя, и центральная линия постоянно под давлением от Air Spirit. Это приятно, когда у тебя так четверочка активно передвигается, и все получается. Главное, чтобы это не было в холостую. Вот не видят четверки активные. Ну, просто игроки там любые абсолютно, даже в пабе, перемещаться в холостую. Когда ты прошел с линии на линию, ничего не получил, и идешь обратно на другую линию. Пока все получается у Вильхиора. Два неплохих выхода в центр, и плюс драка внизу. Наверное, не самая удачная, но хотя бы это что-то. Ты не проводишь время пассивно. Ох, Суприм, ну браво! Он реально так нащелкал Дарксира, и сейчас может даже попробовать Вильхиора забрать. Суприм, есть ли хил у него? Пока пятый уровень, понятно, пассивки нет на реген. Крипы плотно работают по Вильхиору. Очень неприятно. По идее, он заберет сейчас этих крипчиков, и Дарксиру может денежек подарить. Да, все три крипа Дарксиру достались. Суприм говорит так, я очень хочу добить тебя. Посылочка в таверну, знаешь, подогрел Суприма. Ну, пятая минута, он просто шел еще и за баунти руной, наверное, даже вот больше к этому я склоняюсь. Хорош Вильхиор, реально хорош, и смог забрать рунки. Смог не погибнуть. Уже была одна смерть. Блэк Архангел сильно страдает, да, и отправляется в таверну. Акс тоже обладает высоким крипстатом, он не уступает сильно Дарксиру. Джаггернаут стоит с ним на равных, ну, линия хорошая. Надо сказать, что это Джаггернаут, молодец, хорошо так Джаггернаут себя ощущает. Видно по этой игре 24 на 8, результат весьма солидный. Учитывая, что тут линия, ну, не идеальная для него, все-таки под Акса подходить. Он постоянно крутится, мешает, такая плюс агрессия пошла со стороны саппорта в Куман. Надо разбить ему Сайленс, надо разбить эту Баншу, разбивает, прокручиваться начинает. Прилетает Блэк Архангел и все, уходит Куман, порядок. Причем так начал крутиться, казалось бы, два героя стоят рядом, а потом смотришь Акс тысячи хп максимально, Огрмаг в ту же степь, они как-то не сильно чувствуют Джаггернаута. Но Аксу все равно стоять некомфортно против Джаггера, против Лича, урон, который от Блэйд Фьюри, во-первых, неприятный, во-вторых, конечно, спам от Лича за счет щитка, Акс, ну, не обладает каким-то, его контр-хеликс не сильно ему помогает, конкретно против магии стоять, то есть вообще не помогает, никоим образом. Поэтому на старте Джаггер был облизан неплохо Личом, получил, так сразу же, сразу же раскручивается Куман, понимая, что Ингсвелл не просто так вкастован и будут давить. Ой, с Курьером, такой казус случился неприятный. Жабка подлетала на верхнюю линию, была прокрутка до такса, он еще и бил его рукой. А там, да, там второй РСБ, да, и... Да, 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 вообще потеря не кстати, потому что и в центре этот Курьер пригодился бы Кодосу потом. Короче, ситуация не с приятных, действительно. Сейберлайт идет за Блак Архангелом, есть Агр уже у него, и крутится бы, крутится бы в идеале, там, по-моему, один Крип его убил, Ингсвелл, пытался замедлить своего оппонента Вильхиор, но не получилось. И Сейберлайт добивает Блак Архангела, зарабатывая 150 золота дополнительно, при своем фарме, который не сильно уступает Дарксиру вражескому. Да, ну, сильно расстраиваться Империи тут не приходится. По идее, погибла ваша пятерка это раз, во-вторых, три героя там гоняются за пятеркой. Это время, это время для Джаггера, чтобы пофармить, время для Дарксира также, чтобы пофармить. То есть, когда, да, три героя бегают за пятеркой, я думаю, что команде это зачастую даже на руку. Джаггер может только спасибо сказать, что Маден погибает. Да, неприятный момент тоже для него. Уже получается вторая смерть, да, если я не ошибаюсь? По-моему, вторая. От Сьюприма точно вторая, может, он еще раз погибал, я не уверен. Он может и... Да, 1-2-1, да, 1-2-1, и оба фрага достаются Сларку. То есть, получается, что он фармит, но при этом он дважды уже погибал. Вопрос, как у него там по ресурсам, тратил ли он золото? Ну, то есть, у него, в принципе, первый ресурс какой? Это Доминатор. По сути, там не самые дорогие предметы, поэтому вопрос, тратил ли он золото и не терял ли он много при смерти. Вот это важно. Кумана смогли заагрить, еще и Ингсвелл работает, и Сайланс также на него. Но Блэк Архангел подошел, но, по-моему, Пуча Тавер. Да, 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 тоже может погибнуть. Вильхиор пытается помочь, но, если честно, тут как бы и сам Вильхиор еще потом не подставился. Потому что играешь, играешь, а потом понимаешь, что тебя уже два героя бьют, а ты один остался. Да, уезжает Вильхиор, как раз вот вышеупомянутая именно ситуация. Могла бы с ним произойти, если бы он это не сделал. И Вард еще оставляет за собой на линии тоже. Да, но с левелом, конечно, ультра неприятная линия. Да, но ведь при этом еще и посмотри, Дарксир хорошо, точнее, Дарксир, а Сларк хорошо чувствует себя на линии. Он и фармит, и убивает. То есть как-то вот баланс удается Хипомэнякс находить между агрессией и фармом. И по общей ценности, я предполагаю, что уже там все очень даже здорово у Хипомэнякс, у основных героев. Сэберлайт может не уйти, и Куман, скажем так, мстит за предыдущий эпизод. Вильхиор встречается с Мафом, Вильхиор должен забирать Мафа, но, я так понимаю, прокаста нет. Вильхиора, да, он тут покатался, камни поразбрасывал, и все, скорее всего, в откате. Да, так и есть, только сейчас кулдауны восстанавливаются, поэтому не смог добить Мафа. Но вынудил его поражать Шрайн, все-таки саппорты не те цели, ради которых этот Шрайн стоит. И Вильхиор старается укатиться, да, у Дагса не подставился. С стрелом Ассасинейтом заберет Кари. Нормально, еще один бустик. Хорош, Кари, да. Тут у него все четко, и смотри, Медас планирует брать. Но в целом игра не обещает быть быстрой. Другое дело, что у тебя Сларк в команде, ну то есть они, скорее всего, будут сейчас и Сларка играть агрессивного. Сларк будет собирать себе Блэйдмейл, естественно. Шеллублейд, да, и идти в агрессию в ганге, а Снайпер будет больше упор на фарм делать. Ну, Блэк Архангел не выходит из таверны, просто не получается. Он выходит, там улицы сильно холодно, он возвращается назад. Каждый раз убивают его. И Лич этот будет без артефактов, я думаю, еще долго. Тут банально, там, ни мувспида тебе не хватает уйти, ни стойкости. Только его видят, его сразу убивают. Акс бросает горелку, и, конечно, Лич первый кандидат, чтобы погибнуть. Вот видим 9 убийств у Хиппо Мэник, я думаю, раза 4-5, наверное, Личу все досталось по голове. Чехи давят, чехи давят плотненько, так взялись за дело, 4 баунти забирают. Вы знаешь, чем-то схожа эта игра с предыдущей. Тоже сторона Рейдин, тоже европейский стак, который показывает солидный уровень. Ну, на фоне, опять же, команды из СНГ. Хотя, ЕПГ номинально играет в СНГ, если так уж говорить. Квалификации все свои открытые, закрытые, основные они играли в СНГ. Ну да, ну, Хиппо Мэник, как ни крути, пускай состав не самый неймовый, все равно эту команду мы в этом составе наблюдаем уже, там, третий, наверное, турнир, там, пятые квалификации. Они давненько вместе катаются. Да, Эмбайрхул перетасованы, и, по сути, это, да, это свежая команда, новая команда. Может, они там вместе на будке МП все тусят и общаются между собой, но, так или иначе, игровой практики меньше, чем у Хиппо Мэник вместе, именно вместе у этого состава. Просто, когда мы говорим о коллективе, таком как Хиппо Мэникс, вот о Чехах конкретно, когда пять игроков из одной страны, когда они такие крепкие, дружные, мы всегда проводим параллель там с теми же греками, бывшими, да, из Атфином. Мы можем кого еще привести в пример? Ну, не знаю, может, возможно... Дениш Бирс. Возможно, Дениш Бирс, да, возможно. Возможно, даже греков из... Там еще были вторые греки, как же они назывались-то, что-то с пауками связано, не помню. Брудмазерс. Да-да-да, Брудмазерс. Вот они еще были тоже крепкие такие ребята, которые, ну, действительно могут огорчить иногда фаворитов даже. А иногда своих болельщиков зачастую. Так, я так понимаю, хотят добивать Гримстрока. Хотят, это я так на вы о Мадене, пожалуй. А, Сьюприм уже здесь. Хорошо, что Серж работал, можно было убежать. Конечно, бежал этот дух за... Странный смоук довольно получается. Вот они подошли к святыне своей в Добланетном лесу. Это я сейчас о Эмпайр говорю. Но вот часто смоук сыграет-то в итоге. Я сказал, что он странный, потому что они вроде бежали к Дарксиру вниз. И они делали это под как раз его действия внизу. Они прожимали возле Медузы, возле святыни в дополнительном. Так прошли, постояли, постояли. Никого не обнаружили. Дарксир уже свою агрессию подумерил. А потом бах, и выскакивает из ниоткуда этот гримстроук. И получается, что смок, в принципе, ты и не такой плохой получил. Да, но он реализован. Другое дело, что вардов не поставили. Кажется, когда такие смоки нажимают, очень хочется варды поставить еще в вражеском лесу. Дать больше контроля себе. Но я ни одного варда не вижу там внизу с этой пробежки. То есть можно, по сути, и без смока это было делать. Вот к этому я, пожалуй, веду. Остаются внизу три игрока Империи. Смотри-ка, Шедоу Блэйд готов. Два Урэс Бэнда, да, Фейзы и Шедоу Блэйд. Красота среди бегущих. А, слушай, там 5800. Да, 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 там общий цель. Так там и самое забавное, что сразу за ним шел Акс, а теперь уже и даже опережает его. Да, и не будет отставать от них еще и Снайпер, у которого уже Медас должен быть готов. Драка внизу, рассыпается Дарксир. Сразу после этого погибает Сларк. Замав он тоже погоня, Куман его забирает. Уже два в один в пользу Имперцев. И, конечно, Сенги тоже не отпустят. Не пожалел он мне Слэш Куман. Ну, готовы, молодцы. Готовы оказались Имперцы к этой атаке. Когда, конечно, такая толпа людей стоит, то Сларк тут не у дел остается. Даже с таким хорошим фармом у тебя стойкости не так много все-таки. Ты хорош в атаке, но ты хорош в атаке на одну-две цели. Но когда вот такая драка там 4 на 4, 3 на 3, даже 5 на 5, Сларк тут уже не вывозит. Да, и такой подбор героев, что ты даже в Shadow Blade, если уйдешь, все равно крутится джаггер, работает щит. Саберлайта забирают. Да, и это будет отсрочивать его даггер раз за разом. У него было 1100 золота, стало уже там 900 или что-то такое. А Vanguard есть, да? Да, да, да. Vanguard у него плюс Bracer. Так, не дает Кодосу уйти. Вот это та работа Сларка, которая требуется. Это его хлеб. Не вот эти драки, где ты врываешься, тут тебя три человека ждут. А вот это его работа. Да, один на один на рунах, вот психология этого Сларка. Гоу на рунах один на один. Сларк это как раз об этом герое. Вот скоро 15-е, посмотрим, где он там кого-то будет искать, возможно. Много, кстати, этих всяких снежек там у них, но что-то как-то мало их используют. Да, ну вот видишь, ты входишь первый, ты вроде видишь одного героя, не было там варды, естественно, у Hippomaniacs, и на тебя еще три выскакивает. А там его урон солидный. Ты прячешься в ультимейт, а тебя жгут просто щиты. Да, там в Blade Fury под щитом от плеча, конечно, герой не с такой стойкостью магической тем более. Ну и выходит на первое место Снайпер. Во-первых, поучаствовал в убийстве с Медузой, во-вторых, Медасики работают. И Снайпер топ-4 недавно занимал этот герой. Сейчас уже в топ-1 вырвался, достаточно комфортно. И уходит фармить Эншентов на отводиках. Сейчас еще одна пачка появится, должен ее тоже дофармить. Сейчас все очень хорошо для мидера Hippomaniacs. Я, во-первых, давно не видел снайперов как таковых, а настолько богатых снайперов тоже не часто наблюдаю. Считается неплохим героем против Медузы, в принципе. Вот, пожалуй, так. Можно охарактеризовать этот пик, он очень неплох против Медузы должен быть по игре. Ну да, и еще если соперник эту Медузу на второй пик показывает, у нас вторая карта подряд, где Медузу на второй пик показывают. Но тут все равно попроще будет игра для Медузы, по сравнению с предыдущей. Чем против антимага? Да, должна быть немного попроще. Тут вопрос, надо добираться к этому снайперу. Есть герои, которые это могут делать. Там Джаггернат потенциально с даггером, даггер для Дарксира, плюс даггер для... даже без даггера может это делать Эрспирит. Подловили Сайберлайта. Пожалуйста, еще одно убийство. 1400-1200. 200 золота, как не было у него в копилке. Все, пожалуйста. И, казалось бы, такой старт у него был превосходный, такой фарм. А сейчас где он оказывается? На пятом месте. На днище, на днище. Вильхиор. По двоим ничего себе ворвались в Вильхиора. Не тут-то было. Два героя. Вильхиор готов начинать драку. И Мадан тоже участвует в этом событии. Даблкил снимает. Единственное, что пока немного смущает, это то, что происходит на верхней линии. Да, там куражится Суприм. Он забирает Блэк Архангела. Он подпушил башню. Причем задинать ее не сумели. Вышка достается именно Радиент и золото за нее тоже. Это, пожалуй, вот такой единственный минус в этой ситуации для Empire Hope. А так, для них последняя пятиминутка очень мощная. Сларк ушел на паунсе, на последнюю манну. Но уйти уже никуда не получится. У него банально нет маны на Shadow Blade. Тот даже не успевает откатиться. Но, в целом, Сларк никак отсюда не уходил. И мало того, что забрал Блэк Архангела, да, в противовес был забран Огрмак Куманом. Куман еще и снял сливки Сларка. Джаггернаут догоняет. И очень уверенно, уверенными темпами догоняет Сларка. Джаггер тоже очень опасная цель. Третья и четвертая позиция работают на ура для Empire Hope. Отлично отрабатывает Air Spirit в связке с Дарксиром. Много работы они проделывают по карте. Много агрессии с их стороны. И снова ганг Акса. Ай, 400 монет. Пожалуйста, можно я не умру? Пожалуйста, я очень хочу Даггер. Действительно, захейтили так захейтили. Получается, за эти три убийства, которые он фармил Даггер, вот за это время, которое он фармил Даггер, было три убийства. Он потерял около семи сотен золота. По сути, у него Даггер уже был бы, если бы не эти смерти. Ну да, да. Ну он уже по кусочку как-то пытается хоть что-то выфармить. Он только что использовал Колин Блейд в крипа, понимая, что все равно умираю. Хоть что-то еще успею подфармить. Да, три убийства после Вангварда и Брейсера. Просто не дают Аксу дофармить Даггер. И это очень сильно ломает темп Hippomaniax. Они бы хотели быть агрессивными, при этом используя время, которое вы оказываете давление и агрессию, использовать его снайпером. А пока получается, что гоняют их по всей карте Эмпайр. Да, аналитики очень часто говорят об Аксе как, наверное, максимально зависимом от темпа героя. И старт был прекрасный. Реально, ничто не предвещало беды. Но после Вангарда должен появиться Даггер. Вангард важная вещь для Акса, но Даггер это первостепенная важность у Даггера. И то, что он не могут сейчас никак инициировать Hippomaniax, играет с ними злую шутку. Мы видим, что Вильхиор по всей карте бегает, катается, нападает. Джаггернаут точно так же к нему подключается. И пока у вас просто две фармищие единицы и Акс, который бегает с двумя тысячами ненужными в золотом. Ну и только сейчас Аберлайт на 19-й минуте забирает Даггер. Это Акс, у которого был топовый нетворс. Он 5900 имел тогда, когда даже близко не стоял ни один из коров соперника. И видим, что Аберлайт сильно, сильно, сильно отстает. Он уже занимает шестую позицию. Ну и фармить сильно хорошо-то он не будет. У вас есть Сларк, которому надо фармить. У вас есть Снайпер, который надо. И если вы будете проигрывать драки, золото, по сути, и негде брать Аксу. Там еще надо Блейдмейл где-то насобирать. Это только выигранными драками, скорее всего, придется делать. Потому что я смотрю, Снайпер фармит, Сларк тоже перемещается по карте. Сейчас момент интересный. Они Сларка показывают в центре, я так понимаю, остальные в Смаке идут, нет? По-моему, Сларк показался в центре, отпушил, остальные в Смаке, да? Ну вот они решили показаться Сларком в центре. Мол, смотрите, мы вас не атакуем, мы вас не ищем по карте. А на самом деле четыре героя уже в Смаке готовятся атаковать. И Сларк тоже перемещается туда, только будет Пуршеду Блейдом это делать. Надо смотреть сразу на ситуацию. Есть ли там центряки около Медузы, которая уже подпушивает линию, и какие позиции у героев? Рошан, конечно, красивый, но вот нам бы посмотреть, что сверху происходит в этот момент. Есть ли там центряк? Сентряка я не вижу со стороны Дайер, и я вижу расположение около Медузы. Вот интересно, какой позиции занимает Дарксир и Эрспирит? Ткнули центряк, сразу же Синистер Гейс, но прыгает Акс. Прыгает Акс, получилось загрить. Правда, стенка хорошая поставилась от Дарксира. Забирают Акса, забирают Сларка. Идеальный врыв, селфганг получился, минус 3. Идеальный, конечно же, в кавычках. Очень своевременно поставили центри, невероятно своевременно. Да, пожалуйста, центряк плюс хорошая позиция у Эрспирита и Дарксира. Были совершенно готовы. И додавливать дальше Закари, Вильхиор. Нечем сбить телепорт, Акс не добежал. Да, этот крип ТП не сбивает. Подожди, какой Акс вообще, о чем я говорю. Не тот немножко Акс. Ну, этот Акс тоже не добежал, скажем так. Да, этот Акс не добежал. Просто если бы он добежал, он бы все равно не сбился. К сожалению, такой еще опции не имеется. Кстати, вариант для Аганима, если что. Не урон всякий там повышать, а вот добавлять способности какие-то. Это вариант. Но это было бы слишком жирно. Да, я прям вижу Террорблейды в метаморфозе. Плюс миллион урона. Так, Блэк Эрхангела, похоже, не отпустят. Но довольны, я думаю, Эмпайр Хоуп. Довольны собой. Баунти руны плюс три собрали, да, если я не ошибаюсь. Или даже четыре. Эмпайр Хоуп, я вот там не обратил внимания на последнюю. Да, четыре вроде. Маден под ударом. Хорошо ультимейт летит в него. Ассасинейт от снайпера. Святыня работает. Пытается укатиться и укатывается. Расперед не успевает забежать. Суприм на ход ему. Да, во-первых, Шрайн. Во-вторых, работал Хиллингвард от Кумана. И видим, что уходит. Лечения какое-то огромное количество было использовано. Да, тем временем крипы внизу подпушивают под вышку уже. Надо защищаться. Сейчас надо выигрывать время. Ульч Гернаута. Хорошо попрыгал по Суприму и по Сэне. Связка! Камень залетает туда же. Жалко, что этот камень больше не оглушает. Так было бы совсем красиво. Но, тем не менее, результат более чем приемлемый для Эмпайр Хоуп. Они еще и пытаются мафа догнать и догонят. Ведь он пытается задинается. Хорошо. Крипы приятные выпали с урончиком, скажем так. Ну, все равно. Очень много зарабатывает Джиггернаут. Также очень много зарабатывает Медуза. И по артефактам они очень сильно опережают сейчас и Сларка, и Акса, о котором уже вообще не приходится говорить. Дарксервер намного больше имеет, чем тот. Ну и Куман плюс Кодос. Мне кажется, сейчас больше, чем Снайпер плюс Сларк. Идут забирать Рошана. Выигранная драка. И Рошан в дополнение, успеет ли сюда Хиппомэникс, вообще хотят ли сюда Хиппомэникс. Тут вопрос еще остается актуальным. Ну, пока два героя были в таверне, сюда нормально не ворвешься. Вильхиор пошел давать информацию на случай, если вдруг телепорт какой-то будет. Или там в Смаках попытаются пройти. Там обсерфарды и так стояли у Империи. Ну, никто даже не совался сюда. Это еще и плюс Аегис для Кумана. Ну, вот я бы сказал, что вот этими убийствами Акса игру сломали полностью. Вообще вот вся игра, она не клеится у Хиппомэникс. Они выпали из намеченного плана, из намеченного тайминга. Именно из-за того, что Акса три раза убили в тот период времени, когда он фармил свой даггер. Сейчас он, конечно, с даггером, но уже инициатива не на их стороне. И контроль карты мы видим, что со стороны Эмпайр Хоуп сумасшедший. Они пробежались, они поставили, они все расконтролили, за собой варды оставили. То есть они сейчас контролируют игровой процесс целиком и полностью. Плюс ко всему, надо понимать, что начинается сумасшедший фарм от Медузы. То есть он и так был хорош. Она разрастается, фармит быстрее, артефактов больше. Крипов бьем быстрее, защищаем быстрее леса, защищаем быстрее и линии. Естественно, Медуза становится просто космической. Плюс ко всему еще и Джаггернаут присутствует в команде, не стоит забывать. Да, и Акс хочет Блэйдмейл собрать. Но одно дело Блэйдмейл на 18-20 минуте, когда Медуза еще плотность не обрастает. Когда у нее баланс не сместился в плотность, у нее уже сейчас манта ставил и почти готов скади. Я думаю, там с секунды на секунду появится скади. Эта Медуза себя в Блэйдмейл в итоге убивать не будет через 10 минут. У нее нет такого супер ультимативного урона, который ей бы больше урона вносил, чем сопернику. Поэтому он просто не успевает за кодосом никак. Так, Медуза плотная, Медуза, как бы ее не пробьешь сам и сама себя она не пробивает. Ну и Куман. Идут и плавно вышку за вышкой, забирают, как по учебнику Empire Hope, доминируют. И свое доминирование они воспроизводят вышками забранными. То есть не только там просто контролируют карту, отпушивают, ставят варды, но и забирают вышки, лишая врага полностью контроля. А, и появляется секунду в секунду у кодоса скади и Баттлфьюри у Джиггенаута. Так, Дайер погиб, это, я так понимаю, Акс. На обратном пути. Акс, Акс, Акс в центре. Да, пожалуй, на обратном пути, но он принес и скади и Баттлфьюри. Причем Акс ультимейт потратил, судя по его кулдауну, вот там сверху по зелененькому ромбику. Ну, если не в Крипат, то в Курьера, в кого-то точно. Да, 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 видимо, ультанул в Курьера. Как раз за Курьера он не кулдаун, не того, да, не восстанавливает, только и за счет героя восстанавливает. Куман немного подпушил, подбили Тир-3, на самом деле можно и отойти. Просто стянули оппонента, так часто делают команды. Стянули врага и разлетелись фармить дальше. Посмотрим, останутся ли, потому что, в принципе, ситуация, она позволяет и задержаться немножечко. Ну да, объективов больше нет по карте, плюс у вас Аэггис есть. Дело в том, что никто не пушит параллельно. Кто там Сларк пушит странную линию, которая находится прямо на реке, либо же вверху Крипы, которые даже до вышки еще не дошли. То есть сейчас никакого давления нет на Империи, они могут спокойно стоять здесь и продолжать пуш. Да, у вас просто очень сильная драка. У вас есть Аэггис, инициатива на вашей стороне, конечно, вы хотите подраться. Они понемногу подбивают вышку, почти забрали Т-3 Тавер. Лечение есть от Хилингварда. В целом герои сильные не проседают по здоровью. Спама мы не видим от Хипомэнекс какого-то глобального. Ну что-то стоит там сзади пульки, пускает снайпер. И все, вся игра на этом. Да, и все фуловые под Хилингвардом стоят. И готовы снова заходить. Можно идти, у Кумана есть Аэггис, даже не критично, если вдруг вы его потеряете. Куман должен забрать вышку. Но команда разлетается. Да, отходят под руны, решили отойти, 25-ая минута. Вильхиор забирает Сюприм. Не успел Вильхиор, раньше прилетел на ТП, забрал руну. И две внизу достается также имперцам. И посмотри просто на Вижен со стороны Хипомэнекс. Его практически нет, он настолько минимальный. И причем он в таких местах, где он не особо-то и важен, наверное, будет. Вверху и так у вас там все хорошо, только под пуш какой-то он может быть полезен, этот вард. Телепорты на святыню потенциальные. И вот просто подход в этот лес. Но он не суперэффективный, он только под сплитпуш эффективен будет. И внизу вард стоит, который на самом деле больше такой защитный даже получается. Он никак не агрессивный, этот вард. Куман встретился только что с Юпримом, Джаггернаут встретился со Сларком. Чтобы понятнее вам было, Блэдмейл, да, хороший прыжок. Куман себя очень круто избивает, но у Кумана есть Аегис, не будем забывать. Куман все еще живет. Да, сбивают Аегис, потеряли Дарксира. Блэк Архангел, в него врывается Сьюприм. Традет очень много Агилы, Блэк Архангел рискует погибнуть. Но Сьюприм перед этим, я не договорил, потратил ультимейт. Это очень важный момент, потому что Куман просто заставил его поражать, ничего при этом не нажимая. И вот сейчас поплатился за это Сьюприм, и Саберлайта тоже добьют. В итоге ресурсов оказалось у имперцев намного больше. Даже при телепортах на Шрайд, даже драки. На самом деле была бы хорошая драка, если бы отсутствовала Эгида. И тайминги хорошие получились в том плане, что только появился Блэдмейл, сразу драка срослась. Но вот дело в том, что тайминги хорошие были на Блэдмейл, но они были хорошими минут 5 назад бы, наверное. 5-7. То есть сейчас, когда у врага уже Эгида, когда у врага такой перефарм, видно, что действительно не хватает ресурсов для такой длительной драки. Дважды убить Джиггернаута явно не получилось бы. Ну и толкаются вперед. Снайпера вкатываются на него. Снайпер старается отойти под Скади. Очень неприятно. Вильхиор идет дальше. Еще один камень поставил. Магнетайс работает. Снайпер выживает. Под Шрайном выживает. В итоге Вильхиор исходит погибнуть. От снайпера погибает. Ну а в это время потихоньку там лич по чуть-чуть, по кусочку, но отрывает от милишного барака. Кодос подключился тоже. Куман подключился. Но вот барак. Барак этот заберут ли? Надо его просто бить, 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 потому что иначе он отрегенится. И все это не очень эффективно. Агро так сопомогает. Иллюзии. Все на барак. Барак добит. Но Кодос погибнет. Понимаешь, он добивает барак, параллельно делает даблкил. Параллельно героя. Все правильно. Так работает. Ну, решили. Решили, что все-таки приоритет не из сторону, но доломать. Пускай вы даже Медузу потеряли. У вас есть еще Джаггернау. И соперник очень много ресурсов тратит. Они и выкупались. Два байбека есть у нас. Один от Огромага, причем дайбек. Вообще принято считать, что в защите базы снайпер чуть ли не один из самых сильных героев. Поэтому ничего страшного для Hippomaniacs не случилось. Жалко, что потеряет этот барак для них, потому что было бы проще защищать еще и эту сторону в будущем. Так придется немного внимания больше уделять как раз крипам, которые будут идти сильным крипам со стороны Эмпайр. То есть постоянно будет давление со стороны крипов. Куман подставляется, избивают его и ультимейтом Сейберлайт добивает Кумана. Это 772 золота, которое получает Сейберлайт. И еще дальше продолжается сражение. Добьют также Блэк Архангела, я полагаю. Маден подошел. Слушай, ну тут им, конечно, не очень хорошо будет, потому что настаканный. Сколько там у него? 38! 38 стака у Сларка. И плюс 9 еще стабильных. Обалдеть. Ну да, да, да. Залетает щенюк от господина Гримстрока. Не достает. Суприм идет дальше. Не догоняет. Нет, вроде все разбежались, но очень настаканный Сларк, поэтому у него желание одно. Искать еще себе цель, искать жертвы. Маден влево-вправо, я не пойду на хейк-граунд. Нет, ты пойдешь на хейк-граунд, ты можешь очень сильно ошибиться. Вильхиор рискует подставиться. Выйдет ли Суприм из невидимости? Там Сентряк стоит. Сентряк стоит, его видели и подловили. На этом Сентряке еще один ставит Сентряк, не жалея Вильхиор. И это убийство для Эмпайр. Ну, далеко, конечно, побежали. Я понимаю желание, когда у тебя столько стака, у тебя глаза слишком наливаются кровью. Ничего не видно, хочется просто убивать. Но часто это заканчивается вот так вот. Ну и Снайпер решил не встревать в эту драку. У него такой изворотливости, как у Сларка, нет. Если даже Сларку лицо оторвали, то и Снайпер встрял. Он в итоге дал шрапнель, ушел. Я почему-то, ну, у нас показывали вид от глаз команды Эмпайр. Я думал, может, Снайпер сейчас где-то из тумана войны выйдет. Нет, ничего такого. Снайпер уже успел пешком до базы добежать. Ну и пока просто себе улучшает урон, покупает криты. Снайпер Дедлос уже имеется. Ну, время идет, Снайпер становится сильным. И драться-то можно, контроля достаточно. Хороший врыв от Акса, хорошая какая-нибудь связка от Гримстроука. И Снайпер все это время на самом деле уйму урона внесет. Поэтому сильно затягивать тоже не хочется. Кума нагрят его, и он не успеет выдать ультимейт. Снова погибает. Снова не успевает пережить Акса и выдать свой ультимейт. Стоит Снайпер, отстреливает. Вакуум неплохой с ультимейтом Леща получился. Два героя просто отлетают. Снайпер отстреливается. Хватит ли этого Снайпера? Бэбэк от Акса понимает, что Снайпера не хватит. Догоняет Вильхиора. И даблкил для Сайберлайта ультимейтом. И этого тоже пригвоздил. Причем отстреливаться может и хватило бы Снайпера. Но они решили еще и фраги делать. Наказать за то, что так далеко идут. Потому что бежит дальше Сайберлайт. Слушай, но ведь Рошан еще есть, помимо всего прочего. Рошан-то стоит. Может за него попробовать зацепиться. Расперид выкупается. По-моему и имперцы понимают, что враг подумает о том, чтобы Рошан называть. Интересно, конечно, выкупят Вильхиора. Вроде пока они были не под давлением. Они видели, как фармит внизу Снайпер. Но выкупился и выкупился. Ладно. Может реально побаиваются, что за Рошана пойдут. Не хотят просто подпускать противника даже близко туда. Плюс линии отпушивают, конечно. Там у него талант, по-моему, взят на урон дополнительный у Роспирита с Роллинг Балдера. Поэтому он тоже нормально отпушивает. Пошли шрайн ломать внизу. Раз такая возможность выпала вверху. Пока понятно, сейчас подойти не могут еще сломать шрайн. Но если будут идти на Рошана, то, конечно, надо будет с ним справиться. Т2 вышки давно уже сломаны. Поэтому на Рошана быстро не попадешь, если шрайн будет сломан. Вильхиор еще и Девардит, насколько я понимаю, хочет. Зря пришел. Зря вкатился. Но уйдет. Ну, в итоге поняли, да, что в этой области их, по крайней мере, соперник не видит. А только один форстав у них. У них у Дарксира нет форстава, да? По-моему, только у Роспирита форстав я видел. Я вот у Дарксира не обращал внимания. Может, у него два Battle Fury? Два БФа, да, взял? Да, да. Я видел, он забрасывал себе в быстрые покупки. Да, жестко, кстати. Ну, это неплохо должно работать со стяжкой Дарксира, на самом деле. Там фишка, как раз клей урона в том, что он стакается аддиктивно. И получается, что когда ты перерастаешь 100%, ты начинаешь амплифировать урон по последним целям. Так что, в принципе, в связке с Дарксиром это неплохая идея. Под ультимейт Джиггернаута это очень круто в итоге получается. Акс, хороший агр по двум героям. Получился. Маден страдает невероятно сильно. Саберлайт в итоге под Сайленсом ничего же делать не может. Чайник Лича тоже двигается по нему. Суприм прожал БКБ и бежать отсюда как можно быстрее. А Медуза в это время сражается со снайпером. И Медуза оказалась намного больше, чем снайпер. Еще и при поддержке тиммейтов. В итоге Рошана-то не забрали? А, нет, забрали. Все, прошу прощения, Рошана забрали. А у кого Эггис? Кому достался? По идее должен быть у Джиггернаута, да. У Джиггернаута. Сыр у Медузы, да, все верно. Ну, Джаггер, Аега, сыр Медузы. Все логично. И бьют бараки. Выкупа у Акса нет. Он выкупался в прошлый раз. Об этом известно. И эта игра может закончиться прямо сейчас. Без Акса будет тяжко. Джаггер ульт не тратил. Медуза ульт не тратила. Плюс у вас есть Аегис сыр. Вы готовы сражаться. Единственный момент, надо добраться как-то до Снайпера. Снайпер форстапает себя. Форстапает на себя еще Вильки Уор. Стяжка хорошая получилась под стенку. Дарк Сирр расстреливает Медуза. Уже минус два героя. Сларк тоже отправляется в таверну. Снайпер в таверну. Как все коротко. Жалко, что он не ультанул на Джаггере, когда была стяжка. Там бы была жесть какая-то. Просто вот эти два Блфьюри, ультимейт Акса под стяжку. Мы бы просто не заметили, что там ульт. Не поняли бы до конца, что случилось. Они бы намного быстрее даже сейчас закончились. Но отлично. Имперцы все-таки оказались сильнее с точки зрения, мне кажется, мастерства просто своего исполнительского. Было видно, что они переигрывали оппонента в темпе. Они очень грамотно гангали. В частности, убийство Акса. Вот эти три убийства, которые были при переходе в мидгейм после лейнинга, они стали реально переломными. Было видно, что они лишили его за три убийства 700 золота тогда. И он просто не дофармил даггер, он не мог его дофармить после вангварда, хотя он получил его идеально, этот вангвард по таймингу и брейсер. Все было четко. Реально было видно, что просто переиграли имперцы очень грамотными передвижениями, очень грамотной агрессией. И не сумели свой пик реализовать, я думаю, до конца как раз благодаря этому хипоманиакс. Пожалуй, пожалуй. Хорошо, но я думаю, будет о чем поговорить в студии аналитики. У нас вторая карта, вторая насыщенная драками, и поздравляем имперцев, пока все нормально. Блин, не первый, но он тоже и не комом. Поэтому спасибо большое им за победу, я думаю, вся СНГ публика порадуется. У нас продолжается игровой день, но пока надо разобрать этот матч в студии аналитики. Ну что ж, пока что на нашем турнире СНГ против Европы, противостояние 1-1, Empire довольно уверенно обыграли чешскую команду. Хипоманиакс, ну, была видна неслаженность, были видны ошибки в огромном количестве. Что вы можете сказать вообще по поводу игры чехов, вот как раз-таки с таким драфтом, где они могли переворачивать игру и с этим снайпером довольно много делать? Кстати, фраза Баффика мне одна запомнилась, только что он говорил. Почти идеальный тайминг вангарда, там был у Акса. Идеальный тайминг вангарда, когда он у тебя на пятой минуте или на шестой, но не на одиннадцатой. То есть он вначале собрал несандартные айтемы, которые редко можно увидеть, фейзы, брейсер. Да, он с этими айтемами развалил, но с вангардом ты так же сам можешь линию выиграть, только единственное, что у тебя появится более тайминговый блинк. А так он себя поставил в ситуацию, когда у него ВГ на одиннадцатой. Он формил этот блинк и очень поздний тайминг был, потому что он несколько раз умер. На самом деле, мне кажется, здесь ключевая проблема была именно в Аксе, потому что это герой, который должен был задать темп, но у него были плохие тайминги. Давайте хайлатики смотреть под твои слова как раз-таки. Да, и в какой-то момент, знаешь, получилось как. У нас команда Эмпайр просто бегает Земля и Дарксир. Вообще Земля здесь огромнейший импакт сделала. То есть, действительно, всю карту, знаешь, развалила, и вот все какие-то действия, все было на земле. То есть, ну, это действительно единственный такой герой с инициацией. Из того, что хотелось бы выделить, то, что Эмпайр, ну, действительно, что-то делали, а команда Рейдинг... В общем, если подытожить, то все казалось очень просто. То есть, мы видели игру команды, которая пыталась реализовывать героев так, как нужно. То есть, Земля атакует, там, Дарксир помогает, кто-то пушит вышки, кто-то фармит и так далее, да. И игру второй команды, где просто, скажем так, герои по одиночке пушили линии или фармили леса. То есть, крайне неаккуратная игра от коров, крайне неаккуратная, ну, даже не то, что аккуратная, а некорректная игра от саппортов, потому что нынче, скажем так, завартить свой лес или его раздавартить очень просто. Всего лишь один герой атакует у Дайр, это Земля, и с ним должен, скажем так, паровозиком кто-то прийти, и это передвижение заметить несложно. То, что, скажем так, умирает, там, допустим, два героя внизу, кто-то не тэпается, потом через буквально секунд 20 еще герой вверху умирает. То есть, ну, как будто, знаете, избиение каких-то этих ботов происходило, которые никак друг другу не помогают, не общаются, счет зашли в игру, тоже непонятно. То есть, просто как бы играли по одиночке, за что и поплатились. И умирали по одиночке, такой конвейером. И умирали по одиночке, в том-то и дело. То есть, было даже видно, что ввели 3000, и потом эти 3000 спустили, потом уже проигрывали 5000, но смогли камбэкаться, то есть, скажем так, драфт это все позволял, но просто крайне неточно сыграно, скажем так. Причем, не только, скажем так, стороны акса. Выбор его билда понятен, поскольку он стоял линию статистически. То есть, вы берете вангвард, если хотите пулить крипов и фармить нейтралов, тогда вы берете вот эти шмотки, и они вам окупаются. Но если вы хотите стоять линию, тогда лучше взять, конечно, брейсеры и фейсы. Что в данном случае лучше? Я бы все-таки, наверное, отводил криповую на запушку и играл бы стандартно, да? То есть, как это делала команда оппонента. Слишком казуальный геймплей, сложно за это, наверное, наказать. У тебя хорошие айтемы и тайминги твоих шмоток. Вот. А тут, получается, скажем так, он сыграл именно так, потом сыграл неаккуратно, не взял блинк, потерял темп, не убил, нигде не помог, никто не мог нигде помочь. Снайпер вообще купил медас. И вот, ну, то есть, каждый, короче, сыграл свое удовольствие. Ну да, слушай, я просто, как я это еще по-своему вижу, вот тот плейстайл, который он выбрал на аксе, он очень будет эффективен, когда ты играешь против слабого керри, против спектра, которого ты можешь наказать. Но как ты собираешься гримстроком аксом наказать лича джаггера? То есть, намного ведь эффективнее зайти за вышку и сыграть на таймингах. То есть, ты, фармя нейтральных кемпов и обычных, ты быстрее шестой возьмешь, возьмешь на пятое что-нибудь авангард и просто побежишь под вышку за этим джаггернаутом, то есть убивать его, нежели вот играть именно так. И при этом все равно джаггер имел очень хороший фарм, его там наказали уже на минуте восьмой-девятой, после этого снесли вышку. На самом деле, все-таки вот в какой-то момент хипоманьяки захватили преимущество. Слаг был топ-нетворс, он там опережал где-то на тысячу, там три кора были топ-нетворс. Да, Акс тоже стал топ-нетворсом, и снайпер тоже. Но вот потом вот эта проблема получилась, что одна команда что-то делала, вторая команда ничего не делала. И вследствие несколько минут уже у нас все поменялось. Ну, это и же, я считаю, это в первую очередь недоработка саппортов, потому что слишком прямолинейно так у Империи была, слишком легко было от этого защититься. Вот, и в какой-то степени, ну, безусловно, неудачная игра кора, потому что они должны читать карту, слишком просто читать в такой ситуации. Не дуза с фарминглез. Когда одна земля тебя может только зацепить. Ну, земля с кем-то, то есть ты видишь, что два героя пропадают, и, ну, ну как? Довольно просто. Да, действительно. Действительно. Ну, и очень показательно было, когда Сларк бегал там за Дарксиром под Т2, пытался его найти, по итогу закончился Лотар, его убили. Мана закончилась тоже. Я же говорю, каждый играл в своем просто удовольствие. Ну, перед Новым годом, может, можно понять. Я Медасик, я Файзы, я пойду побегаю. Очень на папы игру была похожа. Такой хай. ММР действительно паблик пронаблюдали мы в исполнении Хипомэниакс. Ну, и за ними же мы будем наблюдать и в следующем матче. Но перед тем, как мы уже будем подходить к аналитике третьего нашего матча, мы уйдем на коротенькую рекламную паузу и сразу же вернемся. Никуда не разбегайтесь.